Масштаб карты До XVIII века в России существовали чертежи, нечто вроде карт отдельных частей России, составленные без какой-либо математической основы и не похожие на настоящие карты. Царь Петр I был первым в России, кто по-научному заинтересовался и географией, и топографией России. И заинтересовался не как-нибудь теоретически, по-книжному, нет, он сам в 1696 году стал за треногу и производил съемки на реке Дон во время русско-турецкой войны. Для того, чтобы начертить чертеж, стали использовать определенные правила, причем очень строгие. Делалось это для того, чтобы чертеж был понятен одинаково всем, кто на него смотрит. А для того, чтобы понимать, что изображено на чертеже, чертеж нужно уметь читать, то есть знать правила, по которым он выполнен. Так чертежами местности стали называть географические карты. Географическая карта – это чертеж местности, выполненный в системе географических координат с помощью масштаба и условных знаков. Разберемся с понятием масштаб. Слово масштаб немецкое и означает мерная палочка. Так как карта представляет собой уменьшенный чертеж местности, значит при вычерчивании карты расстояние на местности уменьшается в определенное количество раз. Масштаб показывает, во сколько раз изображение на карте уменьшено по сравнению с реальными размерами на местности. На карте в уголке масштаб обязательно указан. На экране вы видите масштаб карты 1,20 миллионная. Существует несколько способов записи масштаба. Чаще всего применяется численный масштаб. Он указывает, во сколько раз изображение уменьшено. Например, если на карте масштаб 1,001, это означает, что изображение уменьшено именно в 10,000 раз. Для перевода расстояний с карты в реальное значение используют именованный масштаб. Если на местности какое-то расстояние, например, составляло 100 метров, то на карте это будет отрезок длиной в 10,000 раз меньше. 100 разделить на 10,000 равно 0,01 метра или равно 1 сантиметр. Значит, на нашей карте 1 сантиметр соответствует 100 метрам на местности. Говорят, в 1 сантиметре 100 метров. Третий вид масштаба линейный. Линейный масштаб – это графический масштаб в виде масштабной линейки, разделенной на равные части. Он позволяет производить определение расстояний по карте без вычислений. Нужно просто приложить иголки циркуля к интересующему отрезку на карте, а потом к линейке масштаба. Так можно быстро узнать расстояние на местности. Масштаб карты может быть разным. Зависит это от того, насколько уменьшены реальные размеры, в какое число раз. Чем сильнее уменьшили расстояние на местности, тем мельче изображение на карте, тем мельче масштаб. Выбор масштаба зависит от размеров участка земной поверхности. Чем больше территория, изображаемая на карте, тем мельче должен быть масштаб. В зависимости от масштаба и охвата территории, карты различают мелкомасштабные и крупномасштабные, топографические. Мелкомасштабные карты способны охватить огромную территорию, страны, материки, весь мир. У крупномасштабных карт охват территории небольшой, но зато очень большая подробность и точность. Продолжение следует...